Всем привет! Вновь в эфире рубрика Экспресс Разбор. И сегодня наша тема это большие законченные линии или маленькие блефы. Что же выбрать? Блефовать дорого и богато или блефовать небольшими сайзингами и всего лишь одну улицу? Мы разберем эту тему на примере моей раздачи, которую я как раз сыграл на лимите 0.50, которую я играл на тренировке, чтобы продемонстрировать концепцию законченных больших блефов. И вот на примере этой раздачи мы разберем, как лучше блефовать. Делать это один раз и недорого, или делать какой-то большой продолженный блеф. Так, давайте посмотрим, что здесь было. Я закаливал на перефлопе король валет разномастный против. Неизвестного на тот момент мне рега на лимите 0.50. Вышла с доска дама-дама-9 радугой, и я чекнул, и мой оппонент поставил треть пота. Надо сказать, что когда люди здесь ставят треть пота, они обычно делают это со 100% спектра. То есть, они ставят либо 100% так называемый рейндж бет, либо они ставят там 80-85% рейнджа. И в чем здесь идея? Когда ваш оппонент имеет настолько широкий спектр канбета, в нем много слабых, либо неготовых рук, либо слабых готовых рук, что мы в принципе можем атаковать его, и атаковать достаточно широко, то есть мы его можем чекрейт. Что я собственно и сделал, и поставил чекрейт. И давайте посмотрим, как это выглядит на флопе. То есть, представьте, что панель ставит 100% бет, и здесь я уже выбрал, с каким спектром он будет продолжать. То есть, он будет продолжать со всеми трипсами, оверпарами, будет продолжать с андерпарами, десятки валеты, с миддл парами, со вторыми, с частью слабых, пару, SD, гадшоты. То есть, он здесь продолжает с 47% спектра. Всего он поставил 100%, продолжил 47%. Значит, выкинул он сколько рук? 53%. Значит, в нашей фуллтеквити 53%. И если мы здесь посмотрим, какой размер банка до моего чекрейса, то здесь банк 3,6 еврика, я в него примерно такой же делаю чекрейс. То есть, я делаю ставку размером в под. Ставка размером в под требует фуллтеквити для автоприбыли 50%. То есть, оппонент, когда вы делаете под бет, да, ставку к анбетам под бет, или делаете чекрейс размером в под, да, он должен выкидывать 50% либо больше рук. Тогда это будет плюсово. В нашем случае, наш оппонент выкидывает 53% и плюс у нас еще есть живое эквити 28%. Поэтому здесь, в данной конкретной ситуации, единичный блеф просто чекрейсовый, он уже будет плюсовым. И здесь, собственно, такая ситуация, что вы здесь должны выбирать между двумя крайностями. И ни в коем случае не выбирать что-то посередине. Первая крайность. Вы просто один раз чекрейсите и дальше сдаетесь, да. То есть, вы не усилились, вот как, например, я в этой ситуации. Вышел терн, и вы играете чекфолл, да. Вы не сдаетесь, просто так называемый гивап делаете. Почему? Потому что вы получили плюсовое действие на флопе. Что-то выдумывать дальше вам не имеет никакого смысла, да. Ну, то есть, пока что, да, вот в вакууме. Вы этим себя успокаиваете и просто играете чекфолл. Это тоже нормально. То есть, вы получили свою плюсовую линию по флопу и сдались. И вторая крайность. Здесь играть чекрейс, ставить терн, и потом еще ставить ривер. Ну, это может быть различная ставка. Это может быть плотная, это может быть овербет пуш. Разные. Почему так здесь можно сыграть, когда будет хорошо сделать большой продолженный блеф? Это будет делать хорошо тогда, когда вы знаете, что ваш оппонент достаточно нитовый. Что он вам верит, что у вас есть подходящий спот. И у вас есть такая правдоподобная история, которая показывает, что вы резите сильные руки. То есть, в нашем случае, что мы здесь изображаем? На ББ против УТГ мы калируем очень много туздам. У нас есть все карманные девятки. У нас есть дама девять, одномастные. Да, соответственно, мы здесь показываем, когда мы чекрейсим, потом ставим терн, ставим ривер, что у нас сильная рука. Либо какой-то топ трипс, либо фулл хаос на девятках, либо на даме девять. У нас, в принципе, таких рук хватает. Плюс в нашем предполагаемом спектре не так много блефов, с которыми мы можем так это делать. Какие-то валет 10, возможно, да, вот такие король валет, король 10. И причем еще не 100%. И поэтому в среднем, если вы будете играть против какого-нибудь оппонента на НЛ-50, НЛ-25, если вы знаете, что он нитовый, если вы знаете, что он хорошо выкидывает на беты по риверу, что он здесь на ривере, ну, такой экшен, выкинет все оверпары, и он, может быть, даже какие-то слабые трипсы чуть-чуть подвыкинет, вы тогда можете проворачивать большой крупный блеф. Если вам этого неизвестно, да, или это, там, какой-нибудь телефонистый фиш, или какой-то телефонистый рек, да, то вы просто обходите с единичным блефом. Если вы уверены, что это нитовый оппонент, что это подходящая структура доски, что в вашем рейнже достаточно value rook, и вы показываете, ну, правдивую линию, то есть вы чекрейс также бы играли с фулами, то тогда вы можете делать чекрейс бет и бет, потому что делать что-то промежуточное будет ошибка. Вот, посмотрите, здесь я ему на терне не добавлял каких-то, ну, там, существенных комбинаций, да, то есть я ему задал, что он продолжается со всеми трипсами, с сильными оверпарами тузы королей, и добавил 50% pocket pair, да, ну, там, часть его SD добавил. То есть, ну, в принципе, адекватный рейндж, хорошие играбельные руки, он может с ними здесь продолжить. И здесь вы видите, что в такой ситуации он не колет очень много, он колет адекватные руки, но, тем не менее, он продолжает с 63% спектра, то есть наше фултэппите 37%, эквити низкая, то есть это такое около нулевое, слабо-минусовое, слабо-плюсовое действие на терне, поэтому мы либо от него отказываемся, либо можем поставить его и сделать ставку на ривере. То есть на ривере я ему задал, что он продолжает со всеми фуллхаусами, со всеми трипсами, да, 85% трипсов он продолжает. Но выкидывает, например, оверпары, да, там, или какие-то pocket pair, которые он продолжал. И здесь в этом случае уже наше фултэппите 55%, да, мы делаем ставку 3 четвертых пота, требуемое фултэппите 43%, то есть блеф будет плюсовый. Но это мы делаем только против тех оппонентов, против которых мы уверены, что они выкинут. Поэтому, что вы здесь себе должны вынести из этой раздачи? У вас всегда есть альтернативы между каким-то маленьким блефом, средним блефом и большим блефом. И зачастую средняя, да, вот эта серединка не является золотой. Зачастую вы либо делаете какой-то маленький блеф, точно плюсовый, и на этом останавливаетесь, либо вы уже делаете большой продолженный блеф. Будут исключения, конечно, когда там будет и средний блеф тоже плюсовый, но вот на примере таком, да, вы либо делаете единичный чекрейс флопа, и дальше просто сдаетесь, не усилившись никак, либо, если вы поставили чекрейс, вы ставите терн и ставите ривер, потому что ставка просто по терну единичная будет около нулевой слабо-минусовой, а вот ставка по риверу, если ваша поинфолдит, будет плюсовой. Поэтому берите себе это приемное вооружение, а если вы хотите глубже узнать про концепцию законченных линий блефа, когда вы делаете большие продолженные блефы, и концепции незаконченных линий блефа, то есть когда вы делаете единичный, например, чекрейс по флопу, или по терну, и потом сдаетесь, вы можете изучить это на покерабилите в четвертом разделе стратегии. Концепция так и называется. Концепция законченных и незаконченных линий блефа. А на этом все. Всем хорошего дня, удачи с вами, пока!